Как так, Эйвен? Мама говорит, а рот не открывает. Это волшебство, Софи. Ага. Мама, аккуратнее. Да, Софи. Привет, любимые! С вами Догмаманя и мои собачки Чихуа Софи Эйвен, которые сидят вот в этом домике. Вы уже, как вы видите, вернулись домой, но ролики с каникулы бабушки еще будут выходить, потому что у меня очень много материала. И, конечно же, история влюбленности Эйвена и ведьмы тоже скоро будет на канале. Сегодня мы с Софией Эйвеном покажем вам товары для собак и кошек из интернет-магазина, которые, по моему мнению, очень полезны, о которых вы могли и не знать. А если и знали, то просто супер! Ну что ж, поехали! Я нашла интернет-зоомагазин Юнизу не так давно, и я была очень рада. Мне понравился сайт, быстрая доставка, оформление и вообще все остальное. Кстати, ссылки на магазины на наши покупки я, как всегда, оставлю в описании к этому видео внизу, кому интересно. Надеюсь, я буду пользоваться этим сайтом теперь постоянно. Что это такое? Еще у меня есть вот такая вот штука, я не больше расскажу. Понравилось ли это автомати... Первое, что мне очень понравилось и что меня реально заинтересовало, это автоматическая кормушка Фидекс. Мам, это же миска, давай поедим. Что это? Что она делает? Это НЛО, соси. Я в шоке. Не переживай. Очень крутая штука, особенно для тех, кто часто отсутствует дома, а собака или кошка остаются дома одни и покормить их некому. Теперь, получается, не надо просить соседей или родственников зайти покормить питомца или насыпать заранее кучу корма. Мне вообще кажется, что можно использовать эту штуку не только для собак и кошек, но и для других зверенышей. Ну что ж, давайте посмотрим, как это работает. Я почитала инструкцию открыть вот эту вот крышку и засыпать туда корм. Нам периодически дают пакетики корма, она попробует. Вот я сейчас засыплю корм. Четыре кормления. Так, крышечку нужно обратно закрыть. У нас получилось четыре емкости, заполненных кормом. Теперь нам нужно по инструкции настроить время. У меня сейчас время 10.49, тут все просто. У нас всего четыре кормления, бывает больше, бывает меньше. Вот у нас написано, что время сейчас 10.53. Первое кормление в 11 часов, номер один в 11. Здесь есть прикольная кнопочка REC, это запись. А если я ее нажму, то он запишет мой голос, который будет включаться перед тем, как покормить животных. Мам, что ты делаешь? Эй, Манесофи, идите кушать. Мишка говорит, голосом мамы. Я ничего не говорила, это Айния. Срочно выключай телефон. Это же волшебство, Эйвен. Я понял, просто техника, Софи. Эйвен, Софи. Привет, мам. Ты так странно теперь подходишь? Софи, это просто волшебная миска. А давай назовем ее НЛО. Называй, только не разговаривай с ней, как с мамой больше ты меня пугаешь. Ладно, ладно. Я поняла, братик, техника. Несколько кормлений нам теперь точно обеспечено, и Софи и Эйвен не останутся голодными, если меня не будет дома. Кроме суперполезной миски, я купила еще вот такую вот поилку. Эта автоматическая поилка также предназначена помочь владельцам собак и кошек и других питомцев. Я взяла не самую дорогую, но и не самую дешевую, Drinking Well Mini. Так как вода тоже должна быть в постоянном доступе, а вас, например, дома нет, то чаще всего в миску попадает пыль, шерсть и всякий мусор. Да и вообще, стоячая вода не есть хорошо для собаки, ну и для людей тоже, так что вот этот вот аксессуарчик поможет нам решить все эти проблемы. Здесь каких-то супер особенных инструкций нет, здесь все просто, сюда наливается вода. Сюда у нас вставляется специальный угольный фильтр. Нальем воды до самых краев. Нам только не пролил. Наливаем так, чтобы воды было много. Закрываем крышечку. Я включу ее в разильку. И теперь у Эйвена и Софии есть свой личный фонтанчик домашний с постоянно проходящей, текущей в нем водой, не стоячей. Кстати, водичку, напор водички можно регулировать. Здесь есть специальный переключатель. Когда мы его переключаем, водичка начинает литься медленнее. Так, волшебный фонтан, дай воды. О, спасибо, ручеек. София, я его боюсь. Эйвен, не бойся, смотри, я даже лапу в нем мою, волшебный фонтан. Эйвен, это водичка, тут ее можно пить. И Васечка у нас не такой быстрый, как София, но надеюсь, со временем он поймет. Поймет, конечно. Просто вода. Эйвен, да не бойся, ты же, это просто техника. Открывайся, Эйнелло, давай, пришло время. Пойму, пойму, ладно. Только ты видео это не вставляй. Вот такие вот волшебные супертехнологии для животных. Об этом я скажу чуть-чуть позже. А сейчас я вам покажу вот что. Так, давайте разберемся, что тут к чему. Это переноска трансформер от Триол. Это может быть как переноской, так и домиком. И для меня это супер-мега удобно. То есть не нужно возить с собой отдельно сумки, чтобы возить собак. И отдельно какую-нибудь лежанку или домик или тряпочку, чтобы собакам было где спать. Это вот такое мягенькое дно. Тут зацепка для поводка. Я думаю, это использовать можно не только для собак, но и для кошек. Здесь есть вот такая вот ручка, чтобы носить вот так вот этот домик. Также есть ручка для того, чтобы носить его на плече. За счет того, что он узкий, а не широкий, в отличие от того домика, который у меня уже есть, его намного удобнее носить. Это местечко. Такое мягенькое, тепленькое местечко для собаки или кошечки, которая вставляется вот сюда сверху. Я королева, я сижу черно-верху. Почему ты наверху? Потому что я вот девочкам надо уступать. А ты девочка. Я думал, ты собака. Что? Что? Мы поехали дальше. И что же это такое? Наверное, кто-то из вас уже догадался. Я купила это в подарок одной нашей знакомой собаке. Дело в том, что ее хозяйка пожаловалась мне, что ее собака съедает свою еду слишком быстро. Мам, аккуратнее. Да, кстати, я уже проговорилась, что это такое. Это интерактивная миска. Секрет интерактивной миски заключается вот в чем. Нам нужно рассыпать корм для собаки. Можно его насыпать прямо из пакета. Вот такой вот салатовый ежик с кормом у нас получился. В общем, вы распределили корм по всей миске. И теперь, чтобы съесть этот корм, собаке придется изрядно потрудиться. Подумать головой, поковырять мордой, носом. Таким образом, собака не сметает весь свой корм за 5 секунд, а именно долго и постепенно его съедает. Что хорошо влияет на ее здоровье и пищеварение. Я думаю, это миска станет для нее открытием и просто супер-мега подарком. И очень сильно замедлит момент поедания корма ее собакой. Эйвен, я подумала, я буду делать это лапой. Это не ускоряет процесс поедания, София. Ну, хотя бы так, интереснее. Ну, да, 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 ладно. Я не знаю. Мам, что ты делаешь? Вы сейчас смотрите на это и думаете, что это? Или наоборот, кто-то знает. И это супер, что кто-то знает эту вещь. Сегодня отличная погодка, поэтому предлагаю вам прогуляться вместе с нами. Сейчас я вас закрою. Ну, пойдем. Как я и говорила, за счет того, что эта сумка узкая, она очень удобная. И вот теперь мне приходится ее ставить на снег. Но скоро не придется, потому что это у нас раскладушка Аймак Релакс для животных. Ух ты, батут! Мы часто бываем на природе, на даче, на улице. И мне бы не хотелось, если я не могу взять Эйвена и Софи на ручки, чтобы они лежали на земле. Особенно, если это не лето. Но также мне не очень нравится стелить на землю что-нибудь, потому что в любом случае это потом придется стирать. Расклад душечка для Эйвена и Софи. Поставил на ножки и все. И нет холода от земли, и чистота. Протер ножки, и все готово. И не надо потом ничего стирать. Эйван, заходи. Я черт за руку зайду. Тип-тип-тип. Я зашел. Софи. Вот такие вот классные и очень полезные товары для нашей жизни с Эйвеном и Софи я заказала в Юнизу. А если вам понравилось наше видео про покупки, обязательно поставьте ему лайк, и мы снимем что-нибудь подобное еще. Любите своих питомцев, собак, кошек, попугайчиков, черепашек и всех-всех-всех, и будет вам счастье. Напишите в комментариях, какая из наших покупок пригодилась бы вам. Автоматическая миска или поилка, переноска, трансформер, интерактивная миска или раскладушка. Я король, я наверху сижу. Нет, я Эйвен. Софи, ты как монстр какой-то. Сам ты монстр, Эйвен. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Я не монстр. Так, ладно, ладно, ты девочка. Красавец.